Так, привет, друзья. Итак, сегодня был первый тур. Моим противником был Дмитрий Гордеевский. Разница в рейтинге у нас примерно 100 пунктов. Он помоложе. Было принято решение сыграть первым ходом с ним Е4. Очень боевой шахматист. На Д4 играет абсолютно все, на Е4 предпочитает Сицилянского. Ну, помимо Сицилянского, иногда он играет защиту у Финцева, иногда и защиту Алёхинова в исполнении я видел в прошлом году. Была тайная надежда, что он пойдет здесь Конь Ф6, ну или хотя бы Д6 или Ж6, но последовала жесткая С5. После Конь Ф3, Е6, Д4, СД, Конь бьет Д4, я готовился. Но готовился я, так как вчера поздно лег, жеребьевки долго не было, готовился я следующим образом. Я обнаружил, что у него есть на эту тему порядка 8 партий, сыгранных за последнее время, 8 или 9, и во всех с ним играли С4. Я все эти партии посмотрел, понял, что пойду Слон Д3. На этом моя подготовка закончилась. Ход Конь Е7, кстати, хорошо, что она закончилась. Ход Конь Е7 мне бы даже в голову не пришло смотреть. Дело в том, что была как-то партия Таль-Суэтин. Вот если вы не поленитесь и ее обнаружите. А, я ее в конце вклею, вот, можете лениться. Я ее найду и вклею в свою партию. Вот, и поделюсь с вами. Вот, и там где-то Белые сделали рокировку, пошли Конь С3, Слон Е3, Ф4, Ферзь H5. Суэтин Коняк поставил на Ж6. Вот, мой противник играет намного хитрее. Конь Е6, ход просто сильнее, чем ход Конь БЦ6. На Конь БЦ6 я бы ответил, конечно, Конь БЦ3. Теперь, если Ж6, то С4. Вот эти дыры по черным полям, хотя в Стуркфиши пишут, что близко к равенству, на самом деле позиция черных неприятная. Белый слон с Д3 в какой-то момент отойдет на Е2 и будет давление на пешку Д6. Ну, или на поле Д6, если пешку туда не поставят. Вот, а ужасный ход Конь Ж6 позволил в дальнейшем Михаилу Нихемевичу в какой-то вот такой позиции, что-то типа Ф4, Д6, просто поставить Ферзя на... Ну, стоп, может быть еще Слон Е3, Слон Е7. Как-то вот так у них было. И Ферзь выскочил на Н5, и потом Ф5, и дальше там где-то Ладья Д1 на Д2 пошла. Вот эту партию я знал. Вот. Там приз за красоту. Ну, я вам вклею, вы увидите. То есть... Мой противник сыграл намного сильнее. Конечно, менять коней неохота. То есть, стокфиш говорит, что Слон Е3 дает перевес. Вот. И после разменов на Конь С6 снова Слон Е3 с идеей поставить пешку на С4. Я с ним полностью согласен, но очень хочется оставить Коня Б8 неудел. Поэтому я пошел Конь Б3. Судя по всему, первая неточность. Слон Е7. Ой. Да, здесь можно было пойти С4. Можно было пойти... Самый хитрый ход, наверное, был здесь Слон Е3. Оставляя возможность Коню Б1 через Д2 С4 нацелиться на поле Б6. И в дальнейшем мне так и пришлось его переводить. Ну, почти так. То есть, в какой-то момент я начал считать варианты, связанные с С2, А4 подрывом пешки Б5. И Конь С3 вынужден был уйти. То есть, Слон Е3 выглядит как минимум чуточку точнее, чем... Конь С3. Вот. Конь С3. Д6. Мой противник не торопится с рокировкой. Слон Е3. Я пока тоже делаю напрашивающиеся ходы. Отнял поле Е5. Жду короткую рокировку. Было запланировано Ферзь H5. Вот. Вместо этого мой противник пошел в Б5. И... Я считал очень много вариантов, связанных, например, с Ф5. И мне не понравилось, что там Слон на С8 стоит. Ну, скажем, черные играют Конь Ф6. Второй Конь у них пойдет на Е5. А в случае ФЕ Слон бьет Е6. Слон на Е6 стоит здорово. Это... Это обстоятельство родило в моей голове следующую. Неимоверно тупую мысль. Надо дождаться, когда Слон выйдет на Б7, чтобы потом-то ранить ходом Ф5. Стандартная игра Ферзь Ф3. Перевод Ферзя на Х3. Ферзь Ф3. Да, на Ферзь С7. Ладью мы придержим. Очень неплохо она располагается на С1, чтобы в случае Конь Б4 бьет Д3, линию С схватить. То есть, причем не исключено, что даже вот сейчас можно пойти ладья С1. Или после Ферзь Ж3 рокировка сыграет ладья С1, чтобы противник ошалел просто от такого хода. Но вообще это... Стокфиш так рекомендует. Это по-человечески, конечно, никаких ладья С1 быть не может. Но может быть Конь Е2 с идеей утвердить Коня на Д4. Вот это мне нравится намного больше. Там и Ф5, и Ф6. Вот. Но надо сказать, что у черных очень гибкая позиция. Здесь белыми попасть в цветнот легче легкого. Конкретной игры нету. Но Король Аш1, в общем, из этих соображений и было схож. А вот Железо уже говорит, что это просто ошибка. Дайте-ка я сразу так и помечу, что это потеря времени. Так, а к ходу Слона Е3 вот здесь поставим восклицательный знак. Вот. Значит, Король Аш1. Слон Б7. Да, вот тут хочется атаковать. Ферзь Аш5, там А4. Ну, А3, кстати, Стукфиш одобряет. Удивительно. Я подозревал, что мой противник рокировать и дальше не будет. Сыграет как-нибудь типа Ферзь С7. На что мной было заготовлено Ферзь Аш5, и уже можно не рокировать. На Коне Ф6, Ферзь Аш3. И белые хотят пойти Ф4, Ф5, продавливая пешку Е6. Или, да, и вторая линия была вот Ферзь Ж4. На Слон Ф6, Ладья А, Д1. И черным надо считаться, а то и вообще сразу Е5. Да, мелькали еще такие жертвы. Давайте Е5 глянем. ДЕ. И сейчас есть ход Конь Е4, и есть ход Ф5. То есть пешка Е5 отнимает важный пункт у черных коней. И нет сомнений, что здесь у белых шикарнейшая компенсация за пешку. То есть черные бы с удовольствием от нее избавились. Но у них висит на Е6. То есть здесь я думаю, что инициатива у белых мощнейшая. Вот. Но мой противник просто рокировал, и я повел Ферзя на Аш3 через Аш5. Мне казалось, логичный. Ладья Е8, да. Чтобы никаких Ф5 не было. И сейчас железо говорит, что надо ходить Ферзь Аш3. Я пошел Ладья АД1. Но мне казалось, что ход Ладья АД1 плохим быть не может. Ладья напротив Терзя отстала. Да, что жестче Ферзь Аш3. Теперь нет хода Б4. Ладья на линии А стоит здорово. Важный момент. На Б4. Ух ты, Е5 здесь просто. Или Конь Д5 даже. Конь Д5. За слоном можно зайти. А можно... Вот мне казалось, сыграть еще АБ. То есть, более такой простенький вариант. И Конь А5. Если черные возьмут на Д3, то белые укрепят центр. Преимущество двух слонов у черных нет. И Ф5 при случае несется. Вот. Ну и еще есть ход Е5 интересный. Е5. Надо ходить Ж6. И у белых лошадь может поскакать аж на Ж5. Да, чтобы на ДЕ Конь Ж5. Слон бьет Ж5. ФЖ. И снова у черных исключительно подозрительная позиция. Вот. Я пошел Ладья на Д1. И после Б4 у черных полный порядок. Отдавать Слона на Д3 мне не хотелось. Тут я понял, почему я зря пошел Ладьей на Д1. Что не идет Конь на А5. Так как после АБ Конь бьет Б4, Конь А5. Но черные могут даже Слон С8 уйти. И грозит Ж6 с выигрышем Коня. Давайте я продвигаю. Если АБ, Конь Б4, Конь А5. Мне казалось, что есть даже такой ход, как Слон С8. А железо говорит, что здесь у нас Конь С4 дает нам лучшие шансы. Ну, Ферзь С7 тоже вторая линия. Очень неплохой ход. На Конь бьет Б7. Ферзь бьет Б7. На Д3 сейчас висит. Надо ходить Ладья и Ф2. В общем, у черных с виду полный порядок. Да, сейчас Конь бьет Д3. И вообще вплоть до Ф5. Вот. Такая сложная борьба. Ну, как полный порядок, но не лучше. Я сделал ход, после которого страшно боялся. Мне казалось, что моя позиция прилично хуже. Очень аккуратный ход Ферзь С7. Мне кажется, очень сильно. И тут Остапа понесло. Ладья Ф3 это совершенно не туда. То есть вообще Ферзь на А5 стоит плохо теперь. Матов никаких нет. Стоило задуматься над захватом пункта Б6. Ну, не немедленная Конь Б6, а Конь Д2. Конь Д2. С идеей Конь С4. Ну, примерно то, что в партии получилось. То есть вот есть отличное поле Б6, и мы туда должны попасть. Ход Ладья Ф3 безобразный. Ж6. Отличная реакция. Слон Ф8 тоже правильно. И слон Ж7 правильно. Все. У черных лучше, так я и оценивал эту позицию. То есть доигрался. Сейчас срочно Коня ведем на Б6. Еще один мощнейший ход. Ладья АБ8. У меня из поля зрения этот ход просто вылетел. Такой невзрачный, коротенький. На одну клеточку всего лишь. Я не понимал, как я вообще могу... То есть все время Ф5 грозит. Конь Б6 вроде ходить надо. Тут следует Конь Ф6. Угрожает Конь Ж4. Конь Ж4 страшная угроза. Если слона на Е3 мы отдадим, то позицию просто не спасти будет. Ферзь Х4. Чувствую, что-то зевнул этим ходом. Но после Конь С4, Конь Ж4, мне кажется, что спастись белым будет крайне тяжело. Конь бьет Е3. Конь бьет Е3. И как-нибудь там, не знаю, Ферзь Д8 с идеей Ферзей поменять. А если Ферзь отойдет, то Конь Д4. Да, ну... Видно, что проблемы только у белых. Ферзь Х4 грубая ошибка. Насколько я понимаю, мой противник правильно отреагировал. Конь Е7. Я Конь Д2. И здесь был простой удар. Такой простой, нечеловеческий удар. Конь бьет Е4. Теперь, если взять слоном, то после размена Ферзь бьет С2. Висит Конь, висит Ладья. А на Конь Ф2 последует Конь Ф5. Ферзь ушел. Конь бьет Е3. И Ферзь бьет Ф2. Да. А если взять Конем на Е4, то тоже Конь Ф5. И на отход Ферзя на Е1 слон бьет Е4. Слон бьет Е4. Конь бьет Е3. И падает Конь на Б6. Ну да, тоже проигранная позиция. Да, мой противник здесь достаточно долго продумал и пошел Аш-5. Аш-5 ход слабый. Я тут же побежал Ладьей назад. Снова был этот удар, но мы его оба не видели. Ну а раз мы оба его не видели, значит его и не было. То есть Ладья Ф1 тоже ошибка. То есть партия изобиловала ошибками, то есть одна на другой. То есть игра отнюдь не гроссмейстерского уровня. Здесь, конечно, Конь Е4 дает черным серьезнейший перевес. Я не знал, что делать. Играть Ферзь Е1 или бить на Е4, тогда будет мощная проходная и Конь выйдет на Ф5. Но после Ферзь Е1 мне казалось, что у черных есть игры даже типа Конь С3 и у белых как-то вообще все встало и никуда не движется. Слон С6 напали на Коня Б6. Ферзь Ф2. Можно снова Коня на Е4 метнуть. А можно подготовиться, пойти пока Ладья Д8 или даже Слон Ф8 прицеливаясь к пешке А3. Да, несомненно, оценочка минус плюс столбик. Ход Конь Ж4 меня порадовал, хотя бы потому, что в приближающемся Цветноте пошли единственные ходы. Слона, конечно, надо ставить на Ж1. Слон С6 это тоже Цветнотное решение. Аккуратнее было поставить пока Ладью на Д8. На Е8 ей делать нечего. Вроде бы Коня Б6 я должен защитить. Играть Х3 не хочется, так как Конь перейдет на Ф5 и черные могут ходом Х4 потом зафиксировать структуру. То есть Ладья Б1 ход обязательный. И тут мне повезло. Ход Слон Б5 это ответная, серьезнейшая ошибка. То есть ясно, что и здесь позиция черных лучше. Им стоит пойти Ладья Д8 потом или Конь Ф5 или Д4. Но вместо Ладьи именно на Д8. Может Слон Ф8 еще полезный ход сделать. А после Слон Б5 ответ С4 обязателен. Конь Д... И я взял Конь Б бьет С4. Хотя Железо говорит, что Конь Д бьет С4 намного сильнее. Хотим в какой-то момент Конем на Д6 попасть и не отдаем поле Д5. Ну, я скажу так, что на флажке не очевидно преимущество взятия Конем Д. Мне казалось, что при случае все фигуры начинают подвисать. А вот на эту позицию я смотрел с серьезнейшим оптимизмом. Конь хочет встать на Д6. После Конь Д5 Ладья уже ушла из-под связки. Снова грозит Конь Д6. И тут мой противник затеял комбинацию. Ладья Бц8. Еще одна грубая ошибка. Позиция примерно равная. Но играть уже проще белым. Они хотят пойти Конь Е4 и утвердить Коня на Д6. Черные своего слона за Коня отдавать не могут, потому что тогда Короля некому будет защищать. И вообще Слон Ж7 неимоверно тут. То есть мне казалось, что у меня получше, хотя Стуркфиш считает, что это равенство. И почему-то не ходит Конь Д6, ходит пока аккуратно Слон Е4. Вот. А после Ладья С8 Конь выскочил на Е4 и у Черных серьезные проблемы. Все время надо считаться сходом Конь Д6. Причем на Д6 может прыгнуть как тот, так и другой Конь. Страшная тактика. Конь бьет Е3. Меня, если честно, поразило. Пока что я играю по первой линии. И здесь, да, мне казалось, что не надо бить на Ж4. Конь Д6, конечно. Конь Д6, а я почему-то взял на Ж4 в цикноте. Мне казалось, да елки-палки, конечно же, конь никуда не может деться. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Конь Д6 и партия заканчивается просто. На Ж4 мы возьмем, то есть мы его заставим пойти Ладья А8. А вот после Конь бьет Ж4, АЖ, а почему тут я Коня на Д6 не поставил? Ну это фантастика. А, тут Коня на Д6 мне ставить не хотелось, потому что не совсем очевидно было мне, как выигрывать вот в этой позиции. То есть железному дровосеку все понятно, надо пойти А4, Слон бьет Ж1, Ферз бьет Ж4, и он считает, что это выиграно. А мне казалось, что после Короля АЖ2 Слон бьет Д6. Тут еще и проиграть можно. Что-то АЖ5, но Король Ж7 или Ладья А4. Да, конечно, проиграть вообще без шансов. Конь Д6 стоило пойти. Да, вот тут начали разбегаться глаза, хотя Конь С3 Железо считает ничуть не хуже. И даже Конь Ф2 хорошим ходом считает. Но я тут обнаружил возможность пойти в атаку. Ф5. Да, и Железо одобряет эту реакцию, то есть я молодец. Ф5 сделал все правильно. И здесь пошел Е6 правильно. Он пошел Ладья Е8. А вот здесь я сделал грубую ошибку. Да. Но кто же знал, что поле Е4 просто жизненно необходимо отнять у врагов. Конь Е2 еще был ход. Да, но это фантастика. Как Конь... Ну ладно, Конь Е4 я не видел. Но Конь Е2 то можно было... Это 41 ход. ЕФ не думая. Конь Е4, да, выигрывает сразу. Но Ладья бьет Е6, Ферзь бьет А3, висит Ладья. А, кстати, какой выигрывает сразу? Хорошо, что я это не видел. Потому что вот эта позиция Ладья бьет Е4 100% это крепость. Я никогда в жизни не поверю, что она пробивается. Черные стоят Ладья Е4, Ладья Е6, а Король у них гуляет по полям Ж8, Ж7. Невозможно прорваться. Ну то есть может быть Железо считает, что возможно, а я не верю, что Король может зайти на А6. Вот. Хорошо, что я это не обнаружил. А вот Конь Е2 я видел ход. И вот здесь действительно после Ладья Е1 почти то же самое. То есть я могу пойти Ферзь Ф2 я не видел, конечно. Я могу взять на А3 Ладья бьет Е2. Да, вот эта позиция, вот эта должна быть выигранной. Ферзь Б3 Ладья Е6 получили форточку и таких ужасов, которые были у меня в партии, их нету. На Б5 сейчас снимем. Второй ряд никем не оккупирован. Да, вот Конь Е2 это жестко, но я сыграл очень быстро, потому что шел на форсированный вариант. Ферзь А7, Слон Е7, Конь бьет Е5, грозит вилка, Ладья Д8, Конь Д4, я считал, что это выиграно. Ладья бьет Д4, которая советует, компьютер как раз проигрывает, потому что потому что черные не могут создать проходную, вот уже компьютер это не советует. Ладья едет, да, вот тут дал шаг на А2, вот это ужаснейший ход. Конечно, надо было позаботиться о короле. Аж4, но самый, компьютер рекомендует, а самый человеческий ход, конечно, Ж3, в дальнейшем король Ж2, Слон Ф2, ну и потом с безопасным королем уже начинаем переигрывать, использовать лишнюю фигуру. А вот ход Ферзь А2 это серьезная неточность, мощный удар король Ж7, я-то был уверен, что здесь, да, здесь я должен был поднять ход Ферзь С4, не позволяя ладьям соединиться, но я-то считал вот какую вещь, я считал конь Е6, что ладья бьет Е6, Ферзь бьет Е6 и надо сдаться. Но обнаружил ход король А7, король А7 и конь бьет Д8, проигрывает и заслон С5. просто проигрывает. Мой противник собирался идти на А6, сделать грубейшую ошибку, но после конь бьет Д8, теперь нету слон С5 из-за Ферзь Д2 шаг. Может, стоило придать ему шаг на Е6, если бы он нашел король А7, то конь Ф4 равенство еще держит, угрожает Ферзь Ф7 шаг на король Ж7 мы даем еще один шаг. То есть, есть у нас в общем тут какие-то идеи, связанные с игрой на мат. Вот, например, конь Д5, и на ладья бьет Д5, Ферзь А, Ферзь H4 Ж4 и Ферзь Бьет Да, ЖН нету из-за Ферзь H4 Ж4 и съели ладью. А если король Ф5, то Ферзь С8, ладья Е6, Ферзь С4. Сейчас съедим на Ф4 и на Ж4 и у белых лучше. Да, но мне показалось, что там меня мотуют. Мой противник собирался зевнуть вот так вот, подарить мне. Вот, но когда я обнаружил, конечно, у меня возникло желание сыграть максимально надежно, надо было. А, хотя Ферзь Ф2 одобряется железом, ладья Е4 и вот здесь я должен был сделать ход, который запланировал изначально, Ферзь Б2. Сейчас я объясню, почему я пошел кольца 2. В варианте Ферзь Б2 мне показалось, что после слона Ф6, Ферзь Б7, ладья Е7. А, я не заметил, что нет хода ладья Е7 из-за Конь Е6 шаг и Конь бьет Д8. И это тоже выигранная позиция. Конь Д8 заезжает пешку Б7. А если он не закрывается, ладья Е7 ходит Король А6, то после Ферзь Б6 висит слон. Нет хода Король Ж7 из-за Конь Е6 шаг, слон не попал на Д4. Ой, какой ужас, что же я тут творил, да. Вот, давайте покажу, что тут было. Конь Д8, ой, на Ж7, на Ж7 конечно он не ходит, он ходит на Х7 Конь Король Х7 Конь Д8 Владья Б7 Конь Б7 Ну и все, ставим пешку на Ж3 и ведем короля. Черные смогут получить проходную Ф, но дальше лучшее, что они смогут сделать, это разменять ее и потихоньку у них все пешки упадут. Да, но ход Конь С2 это грубейшая ошибка. А Ферзь Б2 повторюсь, я видел. Вот так вот. Владья Д1 и все, говорит, что Ж3, что А3 уже позиция ничейная. Фантастика. Я считал, что все еще есть шансы. Ну да, стоило пойти А4. Вместо этого следует маловразумительная игра. Мне казалось, что я сейчас хочу пойти Конь Е3. То есть вот здесь мне казалось, что есть ход Конь Е3. Но после Ладья Ж1 Король Ж1 Слон Е3 Ясно, что черные проиграть не могут. Ставят слона на Ж7, если хотят сделать ничью. И топчутся королем. Иллюзии, что я найду победу у меня еще были. Тем более, что мой противник загнал короля на Х5. Да, вот то, что я пошел на Х3, мне казалось, это очень выгодно. Но на деле, конечно, после Ладья Е2 А Ж не так уж и выгодно. вот самым простым ходом, делающим ничью, был ход ФЖ. То есть, здесь белая не в состоянии усилиться. Мой противник дает шансы. Ферзь С4 я поднял, Ладья Е4, Ферзь С3 пойти, когда есть ходы с темпом. И вот сейчас уже грозит Конь Е3, Ладья Д2 подвисла, а Ладья на Е2 ходить не может из-за Конь Д4, и там Ферзь Ф3. Вот это фантастика. Ферзь С3 с идеей Конь Д4 давала отличнейшие шансы на победу. Конь Д4, Ладья Д1 надо играть, и вот белые полностью консолидировали свою позицию, да, и стоят на победу. Ферзь С3 восклицательный знак. Итак, партия была проведена из рук вон плохо. Единственное утешение, что противник тоже провел партию слабо. Ну и все, здесь уже да, здесь я чуть было не зевнул мат, был страшный соблазн пойти Король Ж1, Ладья А, так это не мат, я думал Ладья 4 на Е2 мат ставит, ну-ка, Король, да, 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 вот, вот, точно, вот такой мат я мог зевнуть, страшный соблазн был, вот, белым угрожает тоже, ни много, ни мало, Ладья А, аж 2 шаг, и Ладья Е на Е1 мат, Ж4 мне казалось, если пойти Ж4, то еще пешки Ж и Ф подключатся к атаке, вот, Ж5 мне казалось вызвать полезно, вот, а у черных конечно был такой ход, Ж4 мой противник считал, что может вполне так пойти, а, ну, так, тут же съем пешку Ф5, не, 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 здесь выиграть могут только белые, Ферзь Д3, никаких матов уже нету, Ферзь Х7, Король Ж5, сейчас надо с темпом перевести Ферзя на линию Ф, пойти слон Ф2, Король выходит, и Ферзь со слоном имеют неплохие шансы сломить сопротивление, так что Король Ж4 мой противник сделал правильный ход, Ферзь ну, вообще, партия сумасшедшая, силы у меня, вообще, силы меня уже покинули, всем, кто за меня болел, огромное спасибо, я чувствую, благодаря вашей поддержке удалось не проиграть, вот, сейчас все, кто еще не подписался на мой канал, подписывайтесь, спасибо за внимание, до завтра, завтра сделаю то же самое, с вами был международный гроссмейстер Роман Ильич, сниж ers quarterback, только за него кое-клевые игры, проездки для него и доставляя низ INTERP голод